Все знают, да, наверное, что в настройках можно выставить особые монстры, топ-настройки, монстры-боссы, элитные боссы, да? И когда тут зажимаете, появляется такой кружочек, и он будет искать только элитных монстров. Вроде это так работает. Но если... Ну и, короче, получается, если на него какой-то моб бьет его, то там тоже в настройках выставляется, что он должен переключаться на него, на этого моба. Но как у него приоритет элитки стоят, он будет бегать искать элиток. Но при условии, что он будет отбиваться от мобов, которые за ним бегают, это надо выставлять радиус зоны его. Он убивал элиток и других не видел, то что если без ограничений поставить... Пофиг, что за ним толпа бежит, это просто пофиг. Он, блядь, он, сука, элиток будет ебашить до потери пульса, ему похер просто. Послушный. Сука, не могу. Ой, блядь. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Розе. Ой, то есть меня не зовут Розе. Я просто установил программу... На компьютер Розе и смотрю с монитора его. Как он играет. Да-да. Я не Розе. Я не могу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Короче, Розе отлучается. Буду рассказывать я за него. Вот, недавно ввели вот такую вот ДКП-систему. Я открыл профиль Розе. Где за убийство боссов вам начисляют очки. Вот, к примеру, видим карту. Если нажать на вот эту головку, мы можем увидеть кучу головок. И вот за этих боссов... Ну, вот этого босса за вот таких жирных мобов дают 10 ПТС. Что такое ПТС? Это валюта внутри Альянса. За эти ПТС можно покупать синие шмотки. Но... Как работает эта система? Проценты. Не количество, а проценты. К примеру, у меня 2459 ПТС. Если с меня снимут 20%, с меня спишут 500 очков. Но видим, как эта система... Ну, день в Альянсе, Розе, видите, четвертый день. То, как видите, 118 очков можно было купить вещь. 213. Чем больше у вас очков, тем больше вам нужно отдать ПТС. Ну, было бы все так просто. Вот видим, Димон, 53-й танк, Леша, 70-й, да? Розе у нас получается на 52-м месте. О, я могу уже подавать. И получается, я на 52-м месте по очкам. Ну, это идет как аукцион. Каждый член Альянса может претендовать на любую из этих вещей. Побеждает тот, у кого больше очков ПТС. Мы можем видеть не очки, а место в рейтинге. Значит, получается, он ниже меня по ПТС. Если я захочу набить рейтинге кровавого пакта. Любую вещь, любую. Вот, к примеру, смертельный импульс, смотрим. Список. Топ тут 36-е место. Как я 52-й, то я третий в списке. Если вот эти два претендента исчезнут, я получу эту вещь. Короче, вы должны уже были понять, как это работает. И о чем я хочу поговорить. О том, что я разочаровался в этой системе. Ой. О том, что Розе разочаровался в этой системе. Сейчас я расскажу, почему. Мы поняли, вот. Тут видим. Вот. Убил Коруная. С товарищами. 70 очков. Это 200%. Но это в ночной прайм. Так, 35. 70 ПТС. За Коруна. Давайте так будет легче, наверное. Вот. Вы посмотрите фрагмент видео, и я дальше начну рассказывать. А какой сейчас босс? Третья там. Третья Крума? Я не знаю. Сначала пойдем. Ну, что там рисался, вот прям перед Биорой? Первая. Он танк рисался. Базил, что ли? Базил, что ли? Давайте Базил сначала, ты. Ну, что, торнешься, его уже убили. Третья человек. Не бейте, что ли, по-разному. Да, блядь. Где он, блядь? Все, он умер. Дайский умер. Не, Базил живой. Давайте его убьем. Ты что, кто хотел, то у тебя прилетели. Давайте убьем. Я двоих убил, бацаны. Наконец-то что-то вместо оси. Ну, что, мутанты? Чтобы участвовать в распределении дропа, ты должен зарегистрироваться в канале Дискорда. Затем перейти на сам сайт и авторизоваться тут. Вот, к примеру, войти, и вы авторизуетесь. Соединяйте Дискорд вместе с сайтом. В чем Бразер разочаровался? Вот, создали спорные вопросы, короче. Где ты можешь оспорить? Ну, чтобы зафармить очки с босса, нужно его хоть раз ударить. Вот, видим этот скрин. Я не успел ударить босса. Мне не начислить 10 ПТС. Казалось бы, чуть-чуть. Так, посчитать по 10 ПТС одного босса, второго босса. Ну и за месяц там тысячу очков наберется. Это одна хорошая какая-то вещь, возможно. Можно на нее взять. Если я буду в топе по очкам. Вот такие мобы, называемые боссы. Их рассматривать не будут, если ты был где-то и не успел ударить. Их не будут рассматривать. Будут рассматривать только боссов аденовских. Там, башни слоновой кости, биоры и башня держности. Меня чуть из этого поста не выгнали. С Альянс вчера. Потому что там какой-то парень. Вот вы можете видеть справа. Вот Ники. Я Ники скрою, но цвет вы будете видеть. Оранжевенькие Ники. Это свита. Синенькие Ники. Это модераторы. Главы, кланов, заместители. Дальше администраторы. У нее тоже какой-то оранжевый Ник. Странно, конечно, короче. Администраторы оранжевый Ник. И черный Ник, это, короче, глава сервера. То есть, разы в спорах, в этих написал парень один. Боссов к этому моменту мы забрали, но биори. Прозапишет. Вам нужен расширенный ответ. После падения босса на биори, нормуса. Часть людей улетела. Часть осталась. Я вот решил остаться после падения босса и подбора дропа с нормуса. Почему я решил остаться? Увидел Техину в вардию, бегущую к дропу. Дропа, которого нет. Буквально там, между боссами, нормус и базил. Всего разница в убийстве. Две минуты. Я жалею, что остался биори. Тара запишет еще раз. Просто говорю. Потому что услышал в ТС, что забираем базила. Потому что кто пришел, тот пришел. Я кинул файт и полетел на наш сервер. И прилетел в момент падения босса. Что видно на скрине? Претензий не имею. Если вы к этому вели. Ну я, Розе, наверное, подумал, он обидел этого человека. То, что Розе там написал базил. И почему не успел на базила файт на биори. Мой расширенный ответ на ваш вопрос. Опять этот человек пишет. Большинство, как и я, улетело тогда. Когда дроп был подобран. То, что ты там потом остался. После того, как дроп забрали. Лично твой выбор. А раз, как ты сам сказал, претензий не имеешь. К чему тогда скрин? Ну и разу ему отвечают. Получается, кто успел, тот успел. Зачем тогда споры? Создан канал. Понимаю. Я бы спал, проснулся, смотрю, РБ полетел. И тогда писал. Я не писал. Я был на биоре. Возможно, у меня такой слабый компьютер, что телепортируется 3 минуты. С биор. Скрин. К тому, что я хочу эти 10 очков с базила. И тут начинает влазить разговор замка Элла. Я уже своими словами расскажу, не хочу читать. Типа, заканчивайте разговор. Создали ветку. Вот это ветка разговора. Пишет он мне следующее. Я, типа, не модератор. Я обычный парень. Ты, типа, розе на мужика. Почему тебе эти 10 очков так важны? Типа, ну не успел, так не успел. Ну, этот, еще другой модератор. Слава богу, что он хоть вмешался в разговор, то что... Я думал, он мне кикнуть с клана. Но не знаю, за что бы кикнули с клана. То, что я как бы... Не грубил замок Элла. Я там что-то, что раз я ему писал. Там в течение 30 сек было... Все было. Как вы могли видеть на видео. И он мне пишет. Да, ты в пролете. Потом розе спрашивает. Ты модератор? Потом он пытается, короче, как-то сгладить. И ну, что-то пишет там. Виноват только я. Типа, я не модератор. Право есть. Но я только выдаю дроп. Ну, ладно. Хорошая отмазка. Мне нравится. И тут розе пишет. Как по мне, нестандартная ситуация. Было Виора. Были замесы. Но никто не говорил, что базил объем. Если так будет каждый день, я теряю по 50. 50 очков. Примерно на 3 каждый день босса. Это месяц полторы тысячи. Казалось, ну фигня. Я за 30 сек должен сделать ТП с Биоры. И еще буду виноват, что я не успел. Боссы стали ценной валютой. За которую можно приобрести ту или иную вещь. Если вам жалко 10 очков, ну и ладно. Не жалко очков типа. И таких, как ты, добавлять по 100 раз никто не будет. Ну короче, они что-то имеют там, ну, с этого. Я же не знаю, что они имеют. Какие привилегии, что им там идет. И что им капает. Я имею только, как бы, вот эти очки из боссов. И возможность в очереди. То есть сразу имеет возможность в очереди. Получить какую-то краснуху. Чтоб что-то получить, нужно дружить. С лидерами. Это в Альянс. Ну это логично. Нужно как. Ну, грубо не хочу говорить. Ну и тут вмешались. Так, когда люди научатся читать. И тут мне, типа, прислали. Разве прислали, вот, типа, выписку. С нового регламента. Потому что, то что регламент куда-то исчез. Там, кстати, было еще написано в регламенте. Чем выше у тебя рейтинг, тем там в топ-10 вроде нужно уходить. Тем больше тебе будет начисляться очков ПТС этих. Там, к примеру, вот, там от 2 вроде до 15 или до 20% выше. Плюс ты можешь создавать события. События это уже отдельный разговор. События создается, это убил босса. И чтобы бот-чат тебе там, ну, к примеру, там Базил пишем, да? Там Базил умер в 10.35. Пишем, какой клан убил. Выпали на бедренники Базила и... Или души. Ну, сейчас начали души падать. С новой об новой. И создаем. За создание вот этого события. 20 очков ПТС. Ну, вы сами понимаете. Блядь. Это дохуя. Слушайте. 5 боссов, 100 очков. Это очень много. Это, получается, кто первый, тот и молодец, короче. Слушайте, она будет заняться этим. Потому что на опережение как-то. Возможно, кто первый создал, тот и молодец, правильно? И там у нас чистились очки. Но это надо тестить. То, что, ну, вот, это... Как бы первый взгляд, этот четвертый день, как бы. Ну, и чему я вел? Так, ладно, я вернулся. И этого пиздюка отпиздило. Все, охуел. Забрал мое эфирное время, блядь. Пидрило, блядь. Так, и что? И что он тут рассказывал? Я слышал так немножко, пока в отключке был. Что я... Что я хочу сделать? Это разой, разой вернулся. Что я хочу сделать? Я хочу неделю тупо фармить боссов. Примерно по 15 часов. И войду, или я в топ 10, хотя бы. Пытаться создавать вот эти быстрее всех события. И сколько я нафармлю за неделю очков? Начну с понедельника. И закончу в пятницу, наверное. Потому что суббота, воскресенье, много людей. Сегодня пятница. Вот, с понедельника начну. И такой маленький отчетик сделаю, что я... Нафармил в пятницу следующую. Ладно, с вами был Розе. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки по-любому. Потому что я... Чтоб я видел, что это вам интересно. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...